Девушки отдыхают Разве так стоит обращаться к тому, кто спас твоего хозяина? Не моя жизнь волнует тебя, Ларак? Что тебе действительно нужно от меня? Наш бог нарушил свой же давний завет и предал нас Он лжет, Артаниис! Я лжец? А разве ты, искусственный бродос, сам не воплощением? Говори, зачем явился Флот смерти Толдоримов на орбите Слейна ждет команды к началу вторжения Я пришел с предложением Ты поможешь мне захватить власть над моим народом и стать их владыкой А взамен я положу конец войне между нашими народами Феникс, нужно собрать совет Похоже, нам есть что обсудить Артанис, здесь я принесу больше пользы А Лараку тоже лучше оставаться там, где за ним легко наблюдать Ну что ж, давайте с ними поболтаем И да, всем снова привет С вами, как всегда, Дезертир Надеюсь, вам нравится то, что мы делаем Рахана, ты должна перерезать свои нейронные узы Я не могу позволить, чтобы Амун снова завладел тобой Халла помогла нам в самый нелегкий час Ее свет озарил наш рот и сплотил протасов Мы рождаемся частью Халлы и сливаемся с ней в момент смерти Ради этого стоит сражаться И теперь Амун использует ее против нас Она поддерживает его существование Мы должны с этим покончить Артанис, Халла объединяет все наши мысли и эмоции Я ощущаю яростный поток его мыслей и эмоций Амун не осознает этого Но внутри Халлы он уязвим Поясни Так же, как он может заглянуть в меня Я могу заглянуть в него Мы можем использовать это в свою пользу, Иерарх Оно того не стоит Дай мне немного времени Ну, с одной стороны она права, а вот с другой он может ее захватить Такие, это не очень-то логично, но ладно Все сложилось не так, как мы надеялись Мы прибыли на Ульнар, чтобы пробудить Зелнага И заручиться их помощью А вместо этого чуть не погибли от рук Амуна Боюсь, смысл пророчества Зератула ускользает от меня Он был ближе к правде, чем я думала Зелнага действительно дремали здесь Если бы они были в живых, думаю, они бы оказали нам помощь, как считал Зератул Хотя бы в этом я ему поверила Матриарх, меня удивляют твои слова Возможно, на меня в чем-то бы влияли твои аргументы Что ж, тогда я буду и дальше пытаться переубедить тебя В чем ты, Иерарх, но не во всем Ну да, он убил твою мать, ну хватит уже об этом, а Иерарх, к нам присоединились сильные бойцы псионики Тебе нужно сделать выбор Итак, бойцы псионики Хазар де темплари А теперь помимо псионного шторма У них есть волна плазмы Это псионный шторм восстановлен Пища от 50 единиц счетов Дружеским боевым единицам в указанной области Раньше он их, наоборот, раздамаживал То есть, здесь он делает плюс Что же делают темные архонты? Естественно, темные архонты делают подчинение И, естественно, делают смятение юнитов И, в общем-то, короче говоря, заставляют драться юнитов друг с другом И еще, наконец-то, здесь темным архонтам дали возможность атаковать Потому что в первой части, насколько мы все можем помнить У них не было возможности атаки Они просто были воинами поддержки Поэтому я думаю, что здесь я возьму темных архонтов Почему храмовников, не знаю В общем-то, неважно Суть в чем Возьму темных архонтов и думаю, что с ними будет все хорошо К нам присоединились ревнители Аларака Какие еще сюрпризы ждут нас в пути? Ну что, посмотрим, что делают Отправь меня в бой Вау Просто вау Он делает ракетная пушка Это пассивная способность Наносит наземным ценимым существом По области наносит дополнительный урон бронированным боевым единицам Ребят, ревнители 100% то, что я возьму Без вопросов вообще Как бы, вы просто посмотрите на это Это жесть Это просто жесть Причем это ау-е урон Класс Так, что у нас в солнечном ядре? Иерарх Похоже, я нашел способ спасти наш народ Как и предвидел Зератул Наше спасение кроется в этом ключе Поясни Он был создан для того, чтобы его нашли и собрали те Кому суждено вознестись и стать Зелнаг Приведя их на Ульнар Он использовал бы запасенную энергию, чтобы пробудить спящих Зелнага Ключ забирает и направляет что угодно Эссенцию, материю, данные, сознание Для этого устройство все едино Теперь я это понимаю Именно так он очистил Керрига Да, он извлек Эссенцию, сделавшую ее королевой Клинков И с помощью полученной энергии призвал Амун из пустоты Если я узнаю, как управлять ключом Мы используем его, чтобы избавить Кхалу от Амуна и спасти наш народ Зератул действительно подарил нам эту надежду Продолжай работать, Каракс Амун заплатит за все Да Он действительно должен заплатить за все Обнаружив энергию пустоты Ключ начинает резко ее поглощать Даже на значительном отдалении Мы можем использовать это свойство Нужно проверить поглощающую способность ключа Ну где нам найти энергию пустоты? Вернуться обратно? Нет, попробовать с этими кристаллами что-то поделать Хотим их уничтожить, но ладно Мне никогда не постичь всей информации, что скрыто в этом ключе Мы волновались за тебя, Иерарх Ну что ж, поговорим с Фениксом Я думаю, у нас есть к нему вопросы, а у него вопросы к нам Ты во всем был прав, Иерарх Я всего лишь клон твоего друга Феникса Долгарим говорит правду Я искусственное подобие Подтолга Что ты обнаружил в архиве? О том, как погиб О том, как был возрожден в виде дракуна И о том, как затем снова погиб От рук королевы клинков Я не Феникс Но во мне живут его воспоминания Я должен все обдумать Ты воин, Феникс Считаешь ты себя моим старым другом или нет? Знай, что я в тебя верю Верю, что ты поможешь мне разгромить армию Амуна И спасти наш род Ты должен быть стойким Я постараюсь, Иерарх Ну что я могу сказать На самом деле Феникс Ну, сложно сказать, что он сейчас испытывает Несмотря на то, что он как бы В роботизированной оболочке Но сознание у него все-таки бывшего Феникса Ладно Мне это, кстати, чем-то напомнило Момент из четвертого терминатора Где там робот, узнавший, что он робот А не человек Как-то немножко ужаснулся Очень сильно Здесь произошло примерно то же самое Только он узнал, что он Не настоящий Итак У нас, к сожалению, не хватает Для Орбитального ассимилятора Я думаю, что я уберу Феникса Феникс, конечно, хорош Но Не настолько хорош Насколько я думал о нем Поэтому я его немножечко уберу И вложу все в перезарядку щита Такие дела Вот Я думаю, что это будет более правильно И тем более массовая телепортация Будет замечательно Дополнять все, что у нас есть Ну что-то, давайте поговорим Не есть такое Знай, что Амун уничтожит тебя Если ты так в него веришь Почему ты здесь? Я всего лишь озвучил неизбежное Я знаю истинную мощь твоего врага Я сказал, что он уничтожит тебя Не меня Я узнал его достаточно, чтобы понять Что самонадеянность его погубит Я вижу в тебе тот же недостаток Ты мне определенно нравишься, Иерарх Твоя храбрость достойна всяких охвал Давай объединим наши силы Вместе мы его одолеем Я не могу связать свою судьбу с твоей В тебе нет той ненависти Что пылает во мне Ты не загибаешь от мысли Что все, во что ты верил Оказалось ложью И что твое единственное утешение Уничтожить предателя Ты так считаешь? Амун поработил моих собратьев И теперь превращает их в отвратительного гибрида Моя ярость кипит ярче тысячи солнц И когда она вырвется наружу Это ощутят все Надеюсь присутствовать при этом событии Да, они друг друга стоят Ну ладно Сейчас переключимся собственно В Звездный Атлас Портал в пустоту запечатан Но нас ждет куда большая угроза Амун превращает наш народ В свое новое тело Пока мы сражались на Ульнаре Он воспользовался всей мощью Золотой Арматы Он использует наше оружие Для истребления всего живого в секторе Капру Сейчас наших сил не хватит Чтобы вступить в бой с Великим Флотом Но иные слуги Амуна сверепствуют по всему сектору Ударим немедленно Устраним его второстепенные силы Честильщики созданы для войны Если реактивируем их У нас появится и армия И возможность развить зерков Амуна Если они сразу не нападут на нас Им неведомо, что такое честь Не тратьте время на ссоры Ваша цель флот Талдаримов Лишь я могу остворить право молажа направления И починить себе его войска Не забывайте про корпус Мебиуса Говорят, их штаб находится на секретной базе Где создаются армии гибрид Верно Но мы не можем сражаться с ними Не зная, где их найти Воразун Отправь темных тамплиеров обыскать сектор А ты, Каракс Сосредоточь внимание на ключе От того, что мы предпримем Зависит судьба нашего народа Нам выпало остановить всеобщее уничтожение Итак, у нас дана возможность полететь в Эндион и в Слэйн И шутка юмора в том, что чтобы мы не выбрали Насколько я понимаю, это особо на сюжет не повлияет Хотя, все возможно Ну ладно, поехали Зилнага мертвы Ульнар не принес нам спасения Но все же мы обрели обещанную надежду Теперь нам нужно уничтожить армию Амуна Мы пошли на риск, связавшись с Салараком Тассадар, друг мой Как бы ты поступил? А ты, Зиратул, позволил бы мне это сделать? Но ответ не важен Если с помощью этого союза мы сокрушим армии Амуна То он необходим Так вот Хочу, 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 хочу Вы поняли Я обожаю излучатели Это самая офигенная штука в игре, на мой взгляд Мы с Фениксом считаем, что стоит пробудить древних чистильщиков И воззвать к ним о помощи Их использование издревле находится под запретом Но я увидел в Фениксе потенциал На этот раз они нас не подведут, я уверен Это второе, что я могу Хочу, 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 хочу Потому что колоссов я тоже люблю Ладно, давайте возьмем вот эту миссию Потому что Ну и заодно Фениксу я доверяю больше, чем Я принял решение, с которым многие не согласятся Общаясь с Фениксом Я понял, что программу чистильщиков можно возродить При должном подходе Артанис, они неуправляемы История это показала Ими не надо управлять Как и я, они обладают свободной волей У нас слишком мало матриц, чтобы создать других, подобных Фениксу Неужели ты и правда хочешь это сделать? Первые чистильщики запечатаны внутри корабля Киброс На орбите планеты Эндион Феникс показал нам, что такие воины могут быть полезны Конклав ошибся, обращаясь с ними как с роботами А не как с тамплиерами В стремлении контролировать их И они восстали против своих создателей А ты не восстала бы против рабовладельца? Я услышал вас И принял решение отправиться на Эндион Выступаем Стазисная сеть чистильщиков еще работает Ее можно отключить только с поверхности планеты Я засек обширное заражение зергами Но это не Керриган Стая Амуна У нас проблемы Это знаете, такой идеальный враг Который всегда впереди тебя Так, давайте я быстренько сейчас Артамис, здесь я принесу больше Больше, да Добра и бобра и, в общем-то, всего Так Ну, новый диалог Зерги могут серьезно помешать Деактивировать стазисную сеть И без них было бы непросто А теперь нам придется это сделать Параллельно отбиваясь от атак стая Амуна Мы будем удерживать зергов Чтобы ты смог закончить работу, Каракс Ученые запечатали Киброс С помощью устройства под названием Мегалит Оно является ключом к деактивации стазисного узла Когда сеть будет отключена Нам нужно будет сразу же активировать Киброс Или покинуть орбиту Местная стая зергов слишком сильна Я обеспечу прикрытие Вот, кстати, если бы я не был таким занудой И не проверял каждый раз все и вся Мы бы пропустили эти диалоги Это должно сработать, Иерарх Я знаю, что смогу провести чистильщиков сквозь тьму, что ждет их Помогу им принять самих себя Смогу убедить их Что к ним никогда больше не отнесутся, как к слугам Значит, ты нашел свое предназначение, брат С тех пор, как я пробудился Я испытывал смятение Чувствовал себя потерянным Не знал, кто я И как я стал таким Теперь мне снова все ясно У меня появилась новая цель Достичь которой могу лишь я И это наполняет меня радостью Такая задача была бы не под силу даже прежнему Фениксу Тем не менее, он бы обязательно за нее взялся Я многое узнал из его воспоминаний Через них я познал самого себя Я Феникс И одновременно не Феникс Как бы то ни было, я горжусь тем, кто я есть Ну, мне как-то даже гордость за него взяла А знаете, почему мне еще нравится Феникс? Он зеленый Прикольно Вот так вот Ладно Материал самостоятельно поглощает И перераспределяет энергию пустоты Теперь нам нужен только непосредственно источник самой энергии Всего-то В тиранском исследовании говорится, что ключ убьет любого оказавшегося рядом Ротаса Очень смелое умозаключение Действительно прикольно Феникс, после всего Оу Почему он Ладно, видимо, там этот диалог будет доступен нам все равно Сейчас мы его сделаем Еще раз Чем больше я узнаю о ключе, тем больше у меня возникает вопросов Я не в силах постичь всей глубины мысли Зелнага Чем больше я узнаю о ключе, тем больше у меня возникает вопросов Я не в силах постичь всей глубины мысли Зелнага Фак, мы пропустили это место Ну вот Близзарды, ну почему вы так плохо делаете? Нехорошо, Близзарды Фу-фу-фу Ладно, на мостик Чтобы активировать Гипрос Нам придется вывести из строя генераторы щитов на Эндионе Пора начинать, Иерарх Куча, 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 куча зергов А вот Я забыл же с ними попусяться О, от перворожденных сложно добиться долгу Ах, на твоем корабле слишком яркий свет От него болят глаза Надень очки, как терминатор Нам нужно подкрепление Прошлое не должно определять наше будущее Окей Мы получили донесение из нашей колонии Что силы ОМОНа уничтожают близлежащие планеты Базу едва успели эвакуировать Если чистильщики хоть в чем-то походят на Феникса То у них есть потенциал Ты задумал пробудить чудовища, Артанис Когда-то они уничтожили каждого тамплиера на нашей базе на Лантинуме Они восстали против своих повелителей Ведь с ними никогда не обращались, как с тамплиерами Потому что они роботы Созданные, чтобы служить Конклаву Ты так же относишься к Фениксу? По-твоему, это робот, который может только выполнять приказы? Конечно, он превосходит мои ожидания Он нечто большее Возможно, первоначальные чистильщики тебя тоже удивят По крайней мере, они могут помочь нам в войне Если решат стать нашими союзниками Я верю в Феникса И готов рискнуть Тиброс Тюрьма чистильщиков К счастью, армия ОМУНа пока не удалось преодолеть его стазисную сеть Я получил доступ к записям Индиона Стазисная сеть запечатана сложными запирающими механизмами Их может отключить лишь одно устройство Так называемый мегалит Я сейчас же приступлю к его активации Чтобы поскорее отключить стазисную сеть Нельзя оставлять его без защиты Эти леса просто кишат зергами Значит, мы их зачистим Я слышал об огромных дальнострельных голосах Которые с легкостью преодолевали горы Посмотрим, как они справятся с этими зергами Думаю, вполне легко, друзья мои А на самом деле, знаете, я люблю колоссов Они классные Замечательные юниты Далеко стреляют Хорошо выжигают все и вся И не требуют ничего взамен Единственное, их уничтожает воздух Это немножко обидно Зерги выходят из этой пещеры Мы можем завалить вход Выстрелив по камням Ну, как бы уже Отлично Ну, сейчас такое мини-обучение На будущее, так сказать Проходим, мои друзья Бугагашеньки Оу Горячо Надо как-то уничтожить Гадость сначала А потом уже все остальное Отлично Я что хочу делать, ребят Точнее вам сказать Это то, что мне очень нравится Та цветовая гамма В которой работает теперь Близзард Ну, вот, рыженький Такой яркий, прикольный Классно сделано, по-моему Ой Ой-ой-ой Ой-ой-ой Так лохануться Это просто жесть Отлично Область зачищена Координаты для вызова нашего Нексуса установлены Каракс Активируй Мегалит Идет авторизация Мегалит скоро будет готов к работе Эррор Мы будем отслеживать его состояние И дадим тебе знать Когда он активируется Ясно, понятно Подожди полгода И он активируется Система Мегалита Скоро активируется Еще немного И он будет готов А пока Я улучшил наши заводы И теперь они могут Производить колоссов Их можно вызвать В любой момент Иерарх Замечательный мой друг Замечательный Колоссы Прямо классно Что у нас здесь есть Я пока что, наверное Пойду попробую прогуляться Гляжу, что у нас здесь вообще есть Приказ Не, 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 не Озелков надо было поменять на стайнеров Потому что стайнеры мне нравились больше Не, 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 не С честью Протокол согласован Отлично Великолепно Я думаю здесь тоже можно будет Что-то активировать Видимо Ну пока что Давайте запишем на 1-2 Я не готов Так Друзей телепортировали Помним, что по-моему Спорки могут атаковать наших колоссов Мегалит почти готов Но нам нужно собрать немалое войско Для его защиты Замечательно то, что мегалит готов И да, я угадал, что Они почти померли Ладно Давайте делать вот так На пятерочку сделаем базу На троечку сделаем здесь И будем потихонечку производить еще Имморталов, я думаю Потому что иммортал мне тоже понадобится Вот у нас мегалитик У него полторы тысячи общего здоровья Вместе с щитами Враг Мегалит активирован Мы должны защищать его Пока он движется к стазисным узлам Вон оно что Хорошо О, слушайте Слышите же, ребят Смотрите Они, короче, сейчас Вау Они, короче, сейчас Улучшат скорость атаки колоссов Я про пробки часовых Точнее Про пробки часовых Что я вообще не знаю Ладно Главное, вы поняли О чем я Я про часовых говорил И они действительно Жестоко улучшат сейчас Скорость атаки И это круто Давайте сейчас Посмотрим, что у нас есть Не очень хорошо По добыче пока идет Ну, я думаю, мы справимся Близится наш час Мегалит достиг первого стазисного узла Пока мегалит будет скрыт под поверхностью планеты Он в безопасности Да, это понятно Так, сейчас минус один взялок будет, скорее всего Ну, я к этому как бы готов чуть-чуть Вот он восстановился Как раз таки Замечательный Имморталы просто и баланс Серьезно Так, давайте возьмем Бамс Бамс Ха-ха-ха-ха Такие мы читеры Я думаю, что здесь кто-то будет Наверное Что-то поизучаем немножечко Ну, здесь базу нашли Сканеры засекли движение зергов Воины Не дайте им достигнуть нашего Нексуса Окей, дайте мы сначала их базу уничтожим Я думаю, что это логично будет сделать Так, развернули одну И давайте Давайте Здесь оставим наших зелков Я надеюсь Они сойдут как зелки Как нормальные люди Призовем с собой еще вот эту фигню Замечательно Просто великолепно Вот, вот, е-мое Мегалит почти закончил с этим стазисным узлом Я бы посоветовал тебе подготовиться к следующему этапу Я не сжег его, стоп, что? Я сердце тьмы Очень разумно Замечательно Перебили зергов Освободили для себя базу Так что все круто Просто великолепно Так, давайте еще подстроим, кстати говоря, этих ребят И мне нужно Мобильный режим переключиться Отлично А вот Все, он фактически закончил Мне нужно перейти рядом с ним, встать, я так понимаю А нет, он как раз идет вниз Датчики засекли отключение первого стазисного узла Ну и замечательно Мегалит начинает переход к следующему Ну и замечательно, друзья мои Видите, я как раз вовремя Так Надо развернуть одну Замечательно И давайте призовем сюда еще Сталкеров Нужно построить больше пилонов Противопрессия Среди темы О, что я там уничтожаю Слово ядро? Серьезно? Ладно, пойми Мегалит прибыл ко второму стазисному узлу Скоро он его отключит Короче Первое силовое ядро захвачено Переносим его на борт Круто Интересно Похоже, для экспериментов в этом комплексе Использовалась энергия силовых ядер невероятных размеров Походу, да Должно быть, они спрятаны среди холмов Если наши воины их уничтожат Мы сможем извлечь из них соларитовые детали По-твоему Противопрессия Замечательно Крадущиеся тени Вера Мне нужен просто минералы нужны И нужны Газы Весь пены Все такое Так, давайте из мобильного режима Я его переключил Сделаем Как-нибудь вот так Надо бы уничтожить поскорее всю эту гадость И забрать весь пенчик заодно Замечательно А в принципе у нас все и так хорошо Поэтому особо мне даже ничего не нужно Что-то это плохое было однозначно Так Я уничтожил чуть-чуть раньше Так В принципе отлично Но я думаю Что мне надо бы Подстроить сюда пару зелков Мегалит почти завершил работу Скоро он вновь начнет движение Замечательно Замечательно, друзья мои Скоро он вновь начнет движение А мы вновь начнем Что-нибудь полезное делать Давайте, кстати, поставим здесь пару ребят Я думаю, они нам пригодятся, наверное Что ты предложишь? Пока что армия, которая у нас существует на данный момент Она как бы вполне мощная Поэтому Спокойно более-менее справляется со всем, что здесь есть Отлично, у нас еще ускорили Замечательно Замечательно Просто великолепно Стазисный узел отключен Целостность сети 60% Мегалит выдвигается к третьей цели Окей, по идее, его код не должен Человых ядра наши Я немедленно начинаю над ними работать Замечательно Просто великолепно Класс Забираем с собой Вот гидра может причинить нам, конечно, боль Немножечко Вроде мы с ней разобрались довольно шустро Пустота Давайте Почему бы нет Хорошо Вот так вот сверху поджарили наших врагов В ближайших пещерах Обнаружены большие скопления зерков Мы можем использовать ландшафт в своих целях Прикажи обрушить камни у входа И зерги окажутся запертыми в пещере Уже, друг мой, уже Сломай черт Благашеньки, смотрите, там есть немножко зергов Весело В ближайших пещерах обнаружено множество зергов Соблюдай осторожность Отлично, воины Мегалит отключает предистазисный узел Замечательно Я как-то на опережение иду, по-моему В общем, сильно нагло на опережение Крадущиеся тени Хорошо Пустота Давайте обрушим К сожалению, некоторые сделки остаются в отдыхе Всем этим делом Но я думаю, что все будет нормально Ладно, давайте С вами выберем гейты Сделаем их И где у нас здесь был пилон Только что я его ставил где-то рядом Чуть пониже, вот здесь вот был Сейчас гейты преобразуются И мы построим с вами Немножко зелков И я думаю Две Два часовых Замечательно Сюда вам последнюю очередь будет идти О, зелки нет, нет, нет Фак, е, он застрял Черт Черт, он застрял Бедняга Ммм, смотрите, а вот здесь что-то есть Здесь что-то есть Надо выделить колоссу отдельно Что-то есть Что-то, что-то, что-то Вы же можете сюда зайти, правильно? Да Тут что-то А, я понял Я понял эту тему, окей А сейчас мы еще призовем еще один пилончик Между мегалитом и последним стазисным узлом Обнаружен целый улей зергов Нам придется прорываться с боем Сейчас мы этим займемся Другой Не парься Этот стазисный узел уже почти отключен Мегалит скоро начнет двигаться к следующему Ну, видите, все хорошо Я здесь Замечательно Все просто великолепно В каком-то смысле Обнаружена сейсмическая активность К вам приближаются черви Нидуса Нам, это куда к нам Конкретно, пожалуйста Так Вот, ходим чуть-чуть Надо их порезать Как-то так Третий стазисный узел отключен Мегалит уже в пути Судя по показаниям приборов Киброс начинает пробуждаться от стазиса Осталось всего два стазисных узла Так, давайте Как-нибудь так Так, убейте, пожалуйста, его И его Убейте уже червя, ё-моё И спорку Спорку главное Спасибо Знаете Слоник Отстань от меня Я не знаю Мне, в принципе, хватает этой армии То, что у меня перегруз по ресурсам Я понимаю Но, ребят, блин Это как бы Считайте, это нормал Это Все-таки Легко А не Дико сложно Если бы я играл там, например, на ветеране Тогда бы я еще понял Но Здесь как бы все довольно-таки просто Более или менее Поэтому здесь не обязательно Клепать на все ресурсы Так сказать Ребят, вы сами видите Что здесь творится Как бы Что здесь, в принципе, все просто Что я фактически не теряю армию Мне это интересно Мне это просто интересно А что мне теперь делать? Я просто истребил всех зергов Чем мне делать теперь? Черт Надо было это делать Недлине Ладно, я думаю Сейчас мы кого-нибудь найдем, наверное Заманчиво Он, я так понимаю Сейчас переместился Да, он вот В принципе, рядом С ним Мы ходим Тут бегаем Все тени Делаем Непонятно С чего На самом деле Блин Проблема в том, что я Все Я защитил полностью карту И мне Ну ладно Будем убивать Наших дорогих оверов Хотя Почему дорогих Непонятно Довольно дешевые оверы Окей Все пройдено Близзард Вы что-то чуть-чуть не продумали Хотя Как я уже говорил Скорее Просто я Выбрал Немножко Не ту сложность На которой Играть Поэтому Получилось Что Я как-то Слишком быстро Все это выполнял У меня он даже Не покоться Вообще Вообще Никак В общем я выполнял Сейчас это все Без улучшений У меня не скачано Ни одного грейда Ни на воздух Ни на что Как-то Слишком легко Давайте кого-нибудь Отправим Вот сюда Вот Вот так Да? Серьезно? Нельзя так делать? А Давайте тогда Хорошо Сталкеры Пожалуйста О Кстати Давайте Вот эту фигню Разрушим Посмотрим Что это вообще Гнездо гиблингов Ой Я думаю Она была болейла Сейчас нет Отключение Стазисного узла Почти завершено Не она Мегалит скоро снова придет в движение Она вроде не бомбанула Будь Так Ну смотрите Давайте Что у нас Глуком Как реагировать Его Мы уничтожили К сожалению Раньше Чем Чем Это нужно было сделать Черт Я Слишком неправильно Делаю все Окей Давайте Терепортнем Что ли Сталкеров Чтобы они Долго не шли Я Не знаю Сейчас у нас Он будет выходить Вот Мегалит Как бы Вышел У него есть 15 атаки Кстати Он сам все Может защищаться Но броня У него снижены Нам показали Как он идет К последнему К Последнему Ключу Скажем так Да То есть Стазисный узел Отключен Мегалит Начинает движение Активность Стазисной сети 20% Стойте Я засек Передвижение Зерга В ближайшем Улье Они укрепляют Оборону Серьезно Я не буду Служить Окей Ты считаешь Что они Опасны И сейчас Раз так Меня и убивают А этот С четырьмя Сталкерами Как дурак Вот Вот эта способность Очень полезна На самом деле Мне так кажется Перегрузка Перегрузка Счета Урон Наносим Этой Боевой Единицы Вицеры Строение Поглощается Вот Это очень Классно Кстати То что Такая фишка Сделана То есть После Телепортации Если я Телепортируюсь На базу Которую Атакуют Я получаю Такую Перегрузку Счета И у меня Войска Становятся На какое-то Время Бессмертными Это очень Классно Но Высов Подкрепление Это просто Има На самом деле Смотрите Прикольно Такие Заросли Ну знаете Такая плесень Точнее Не плесень Я забыл Как она называется Ну типа Мха Что-то Прикольно Мне нравится Вот он Подключается К последней Бумс И ушел В себя Ты когда там Вернешься Я Сердце Тьмы Последний Стазисный Узел Отключен Стазисная Сеть Тоже У нас Вышло Киброс Выведен Из стазиса Отзови Все войска С поверхности Диона Мы Отправляемся На Киброс Как бы Окей Так Завалите Камнями Все пещеры В задании Менее чем За 40 секунд После того Как из них Начнут Улиться Зерки А ну да Я там Одну пещеру Не успел Завалить Ну ладно Ничего страшного Я думаю Что это Не такая Большая Сложность Зато Уничтожьте Все строения Зерга В задании Вот это Было еще Проще На самом деле Просто идешь И уничтожаешь Все и все Ладно Всем спасибо За внимание И пока Пока